Добрый день, дорогие друзья, подписчики и телезрители канала InDubai. С вами Лидия Камышова. И сегодня наша тема будет посвящена языкам в Дубае и, в частности, арабскому языку. Хотелось бы сказать всем большое спасибо за то, что вы смотрите наш канал, постоянно пересматриваете наши ролики и комментируете, высказываете свои мысли. Было очень приятно читать, поскольку в основном были позитивные отклики о моих предыдущих видео. В моем прошлом видео я рассказывала об арабском языке и распространенных арабских фразах, после чего у наших подписчиков возникли некоторые вопросы, на которые сегодня я постараюсь ответить. Еще раз спасибо вам за ваши комментарии, за ваши вопросы, потому что именно эти вопросы и дают нам почву для дальнейших видео. Сегодня, как я уже сказала, мы поговорим с вами о языках в Дубае и, в частности, об арабском языке. После моего видео о том, нужен ли арабский язык в Дубае, нужно ли знание арабского языка в Дубае и в Эмиратах в целом, возник вопрос у нашего подписчика о том, какие еще языки распространены в Арабских Эмиратах. И, в частности, вопрос касался индийского языка. Мы знаем, что вообще в Индии около более 400 языков или, можно сказать, диалектов. В Дубае 30% населения составляют индусы. И это самая большая община, так сказать, иностранная в Эмиратах. Численность индусов в Объединенных Арабских Эмиратах составляет порядка миллиона семьсот пятидесяти человек. Соответственно, конечно же, индусы едут со всех уголков Индии и разговаривают на разных диалектах. Самые распространенные из них это хинди, панджаби, малаялам, канада, тамильский язык, телугу, урду и бенгальский язык. Ну и также арабский. Индусы тоже некоторые говорят на арабском, потому что среди индусов много мусульман. Эту информацию я взяла из интернета, из Википедии, поскольку у меня, как таковых, индусов знакомых нет. Но в Википедии есть целая статья, посвящена индусы в Объединенных Арабских Эмиратах. Там нужно, кому это интересно, можно посмотреть, почитать и найти много полезной информации. И там задается как раз вот этот список распространенных индийских языков, скажем так, среди индусов Эмиратов. Говоря об индусах, я уже сказала, что это самая многочисленная община иностранцев в Объединенных Арабских Эмиратах. Можно сказать, что они здесь чувствуют себя достаточно хорошо и как дома, поскольку есть специальные Indian School of Dubai, Indian School of Abu Dhabi, по телевидению показывают индийские фильмы, есть целый даже канал NBC и Болливуд. В кинотеатрах также показывают индийские фильмы на индийском языке, то есть на инди с субтитрами арабскими. Индусы, как и все иностранцы, в основном чувствуют себя здесь как дома. Вообще, углубляясь в языки, и в частности в индийский язык, можно найти много информации и подробностей того, что в Индии настолько много диалектов, что иногда индусы предпочитают общаться между собой на английском, дабы понимать друг друга. Как мы уже обсуждали в предыдущих видео, мы говорили, что арабский язык это государственный, английский язык это язык общения между всеми жителями Эмиратов. Но популярны ли здесь другие языки, западные языки, французские, немецкие? Это хороший вопрос, и нужно сказать, что каждая община в Эмиратах, будь то, например, приезжие из Франции, приезжие из Германии, общаются между собой, конечно же, на своем языке. Но все друг с другом мы общаемся на английском языке, и для того, чтобы приехать в Дубай для работы, вам достаточно знать английский язык. Если вы знаете французский, знаете немецкий, это будет для вас большим плюсом, особенно если вы будете работать в туристической сфере, общаясь с туристами из этой страны, либо же в магазинах, в моллах всегда есть, опять же покупатели, клиенты из этих стран. Если говорить о распространенности других языков, то нужно сказать, да, это арабский, это английский, это хинди, это урду. Из западных языков большая община здесь из Великобритании, приезжих, так сказать, из Великобритании более 250 тысяч. Затем идут русскоговорящие, у нас тоже порядка 18 тысяч из России и более 55 тысяч русскоговорящих, то есть это из стран СНГ. Около 50 тысяч экспатов из Южной Африки, 19 тысяч американцев, 10 тысяч немцев, 10 тысяч французов. Это я говорю только о Дубае, то есть если мы говорим об Эмиратах, то их еще значительно больше. Также здесь популярен китайский язык. Община китайцев составляет более 180 тысяч. Если вы едете работать в Дубай и знаете китайский, вам будет это большим плюсом, потому что, например, в Моллах, насколько я знаю, китайцы это такая целевая аудитория, поскольку они много покупают, тратят много денег здесь на бижутерию, на ювелирные изделия, ну и на другие, в общем, изделия роскоши. Также у подписчиков возник вопрос касаемо арабского языка. Как мы знаем, арабский язык есть классический арабский язык, а есть диалекты. В каждой стране свой диалект, а еще в отдельной арабской стране есть свои говоры, в зависимости от того, человек с севера, либо же он с юга, либо из столицы. Поэтому возникает вопрос, а какой арабский учить? Классический либо же диалект? Но я выскажу свое мнение, я считаю, что нужно учить классический арабский язык. Почему? Потому что классический арабский язык это язык литературы, язык телевидения, язык журналистики, то есть газеты написаны на классическом арабском языке, Все произведения литературные написаны на классическом арабском языке. В школе все арабы учат классический арабский язык. И классический арабский язык – это язык письменности. То есть вы можете им писать, вы можете читать классический арабский язык. Диалекты – это только разговорный язык. То есть на нем, как правило, говорят. Иногда очень редко бывают субтитры на диалекте, но это совсем какие-то исключительные случаи. Также сериалы есть на диалектальном языке и какие-то реалити в шоу. Все остальное, то есть новости, какие-то встречи глав государства, встречи на высоком уровне – все это на классическом арабском языке проходит. И в любой стране, если вы приедете и говорите на классическом арабском языке, вас поймут, вам смогут ответить. Есть расхожее мнение, что вас не будут понимать. Но это заблуждение, поскольку все, как правило, учатся в школе, все учат этот язык, и все смогут вам и ответить, и поддержать с вами разговор. И вас тоже поймут, если вы правильно говорите. При этом, зная классический арабский язык, вы знаете основы, вы знаете азы. Соответственно, приехав в любую арабскую страну и прожив там какое-то время, вы сможете набрать словарный запас диалектально, то есть говорить на диалекте. Изучив просто диалект, сложно переключиться на другой диалект, сложно потом учить классический арабский язык, потому что уже будет какая-то база диалектальная. При этом диалект, как правило, вы учите на слух, потому что это не письменный язык, а это просто разговорная речь. И то есть вы ограничиваете себя только теми фразами, которые вы услышали и заучили. Был вопрос по поводу того, с чего нужно начать, чтобы грамотно читать и писать. Нужно начать с изучения, на мой взгляд, и это, я думаю, многие поддержат, как классического арабского языка, а начинать с изучения алфавита. Все боятся алфавита, потому что видят какие-то непонятные закорючки, но на самом деле можно и русский язык, когда начать эти русские буквы, также будут непонятными закорючками. Главное начать, углубиться и увидеть, что арабский алфавит не такой сложный, оно много даже может быть проще, чем латиница, потому что арабский язык создан для скорописания. Все буквы соединены и украшают их точки. Грамотно учить язык нужно найти для начала себе хорошего преподавателя. Если вы находитесь в России, я считаю, что в России у нас очень сильная школа, и это признают даже за рубежом, говоря, что русские студенты, как правило, знают арабский язык в частности лучше, чем иностранные, поскольку мы начинаем как раз с Азов, с глубин, с классического арабского языка, и затем, когда у вас есть уже база языка, намного проще, в общем-то, адаптироваться в любой арабской стране. Меня также просили посоветовать какую-либо школу арабского языка. Говоря о России, да, и как я уже сказала, у нас в больших городах, это Москва, Санкт-Петербург, достаточно много курсов языков, и, как правило, они проходят при университетах. По поводу Дубая, здесь тоже много курсов, целая Knowledge Village у нас, там различные университеты, языковые курсы, большой выбор. Где-то преподают русские преподаватели, где-то для русскоговорящих, как правило, преподают на английском языке носители языка. И достаточно часто преподают как раз не классический арабский язык, а диалект. Ну, это будет ограничено вашим преподавателем. То есть, какой у вас преподаватель, такой вы диалект и будете учить. Если у вас местный житель, то это будет диалект Персидского залива, если это там из Сирии, то сирийский, из Иордании и Иорданский. Поэтому вам нужно выбирать школу на свое усмотрение, чего вы хотите. Классический – это арабский язык, либо это какой-то диалект. Ну и в заключении хотелось бы сказать, если вы собираетесь переехать в Дубай, как минимум вам нужно знать английский язык, чтобы устроиться хорошо на хорошую оплачиваемую работу. Если вы не знаете английский язык, многие сюда едут просто с русским языком. У вас есть шансы также с русским языком найти работу в туристической индустрии либо в индустрии услуг. Но для того, чтобы жить здесь с комфортом, на мой взгляд, как минимум нужно знать английский и плюс еще какой-то язык. Это может быть русский, это может быть арабский, это может быть немецкий, это может быть французский. Поэтому желаю всем удачи, учите языки и ждем вас в Дубае. И, конечно же, смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал. Мы рады всем новым подписчикам, новым зрителям. Оставляйте свои комментарии. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.